Пушкин «Наши все» – день рождения великого русского поэта отметили берчане в городском парке культуры. Наша съемочная группа побывала на акции, где узнала тонкости дуэльного фехтования и вспомнила правила русского языка вместе с Василисой Премудрой. Его произведения читают, цитируют и запоминают на всю жизнь. Александр Сергеевич Пушкин. Это имя знает каждый ребенок. У любимого детского сказочника и автора энциклопедии «Русской жизни» 6 июня юбилей – 220 лет со дня рождения. В городском парке культуры сам воздух наполнен звуками рифмованных творений поэта. У открытого микрофона желающие читают любимые строчки. Мелко песенки поет, да, аэшки все грузят, аэшки непростые, все с коробки золотые, ядра чистые, золотые, вот что, чего-то, то золотые. Остальные ребята в это время разгадывают кроссворды и викторины по произведениям Пушкина. И сообща раскрашивают большую картину по мотивам сказок. Побыть художниками гости могут и на мастер-классе по ИЗО. Есть у гостей праздника и возможность полюбоваться выставкой работ детской художественной школы. А Василиса Премудрая поможет разобраться во всех тонкостях и правилах русского языка. Люди очень сейчас перенасыщены интернетом, в интернете пишется все коверкано, как попало, и поэтому люди путаются все-таки, как правильно говорить. Вот сейчас встретились с бабушкой, она говорит, что пользуется словарями, и то вот бабушка сделала в нескольких словах ошибки. Ну, людям интересно, спрашивают, фотографируются, то есть все довольны. 19 век – эпоха прекрасной музыки, изящных дам и галантных кавалеров. Обязательный атрибут светской жизни – бал. Вальс, кадриль и полька – основные фигуры популярных танцев разучиваются прямо на аллее. Как известно, поэт имел славу заядлого дуэлянта. На уроках исторического фехтования можно не только отработать приемы, но и узнать все тонкости дуэльного этикета пушкинской эпохи. А фехтование в эпоху Пушкина – это в первую очередь фехтование дуэльное. Это шпаги, это сабли, и это очень частые поводы к вызовам на поединок. Поводом могло быть что угодно. Неосторожно сказанное слово, толчок где-нибудь, допустим, неосторожно в толпе или при выходе из кареты. Но при этом следует помнить, что дуэли оставались привилегией дворянства. Любимая няня Саши Пушкина, Арина Родионовна, как и в прежние времена, читает сказки для малышей. Дети и подростки весело и с пользой провели время, а для взрослых – отдельная вечерняя программа.